Профессионал, который занимается какими-то творческими решениями, я специально пока сейчас не фиксирую области, это может быть театр, это может быть социальное изобретение, это может быть НКО, некоммерческие организации, это может быть политика, это может быть бизнес. В моём понимании, я прошу сейчас читать, это может быть непривычно, и вместе со мной снизу вверх, снизу, 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 да. Но первое, человек должен, сегодня покажу ещё разик, очень хорошо представлять типовые бытующие мифы, типовые бытующие мифы. Типовой бытующий миф, что с помощью железного ТРИС можно, например, усовершенствовать ресторанный бизнес, либо модельный бизнес, ну и так далее, либо привлечь инвесторов в регион. Вот это типовой миф, который я только что, по крайней мере, высказался по этому поводу, да. Таких мифов более ста, сегодня я дам ссылку, кто хочет, пожалуйста, посмотрите, и так далее. Это просто входит в профессию. Второе, нужно знать типовые ошибки умных и начитанных людей, и специалистов. Но если при этом проводится обучение, то нужно знать типовые ошибки студентов. Ну, в данном случае студент используется в американском смысле, ну, в традиции точнее, потому что любой человек в Америке, который пошёл в 50 лет на курсы, студент, он может быть уважаемый человек, но вот он пошёл на курсы, условно говоря, 20 способов заваривания кофе по-венски, и, соответственно, вот он студент курса заваривания кофе по-венски, и так далее, да. Знаете, типовые ошибки? Могу сказать, что обычно типовых ошибок в одной профессии, в одной из двух, ну, смежных профессиях, несколько десятков, далеко не всегда они выявлены и в явном виде опубликованы. Это необходимо знать, необходимо знать, да, скажем, да. Далее. Далее, необходимы навыки и умения, навыки и умения вот в данной области какие-то. Какие, не могу сказать, поскольку нужна больше конкретики, да. Далее, нужна база сильных решений, минимум несколько сотен. Своя база сильных. Обратите внимание, не просто решений, скачанных из интернета, вот, а сильных решений. Мой опыт показал, что практикующий бизнес-тренер-консультант хороший, в лучшем случае, в состоянии таких решений накопить пять в течение года. Ещё раз, учитывая, что я провёл 30 конференций бизнес-тренер-консультантов, хороший тренер-консультант накапливает штук пять в год. А здесь указано несколько сотен. Вот над этими двумя цифрами и числами можно подумать. Можно подумать многоточие, да. Но очень хорошие, естественно, быстрее. Надо много читать, много консультировать и так дальше, да. Далее. Нужно знать грамматику приёмов преобразования. Чего? Объектов. Значит, второй миф, который, вот, анализируется к пункту один. Стандартная ошибка психологов, стандартная ошибка психологов 19-20 века, они пытались изучить, что происходит в голове у человека по обе стороны океана, серьёзных результатов на сегодняшний день ни в институте психологии РАН, ни в соответствующих. РАН – это Российская Академия Наука. Серьёзных нет. Они публикуются в вопросах психологии. Можете мне не верить, посмотрите. По решению задач. Значит, прорывы возможны, когда вы знаете способы преобразования объектов. Ну, для ресторанного бизнеса вы знаете 12 способов преобразования недовольного клиента, ну, хотя бы успокоенного клиента. Ну, вот, или вы не метродотель. Ну, официант должен знать там три способа. Метродотель и так далее. Вот такие способы преобразования, да. Далее, значит, как бы, второй миф, который необходимо отсечь. Мне надо искать одну таблетку от всех болезней. Я неоднократно поверил, такой таблетки не существует. Если вам кто-то говорит, что она существует, он вырёт. Возможно, чисто сердечно, потому что его обманули, и человек транслирует неправильное знание. Ну, моё дело предупредить. Далее. Система закономерности тенденций данной области. Обычно в публичном пространстве найти довольно тяжело. И, соответственно, закономерности, в зависимости от того, как их понимать, может быть от десятков до сотен. И, соответственно, как правило, они не очень публикуются. Обычно есть, у меня такой круг есть, круг некоторых людей, которые перезваниваются. И которые, вот это, может быть, такое главное ноу-хау, которое есть. То есть, когда у вас есть пучок веер закономерностей, совершенно неважно, политических, бизнес-закономерностей, технических, инженерных, вы накладываете на предметную область, и прошу мне поверить, я чуть-чуть покажу, наверное, в сентябре, как это делается, она просто мгновенно, как ребёнок, начинает упрощаться. То есть, естественно, можно задачу не решить. Бывают. Вот, но вероятность решения резко увеличивается. Вот, чтобы просто, наоборот, дальше. Пятый уровень. Очень хорошо, чтобы правильно понимать, что происходит в вашей профессии, и знать, чего боятся специалисты, в общем, выдающиеся специалисты, чего боятся, и чего они скрывают, чего они замалчивают, какие нерешённые проблемы вот на горизонте, ваши на горизонте существуют. Как только вы начинаете это понимать, значит, соответственно, скажем, это очень, ну, и гипотеза нужно знать, примерно, как всё-таки это решается. Соответственно, дальше вы работаете на разных этажах. Если задачка простая, возможно, пункт два. Просто нужно инвертировать как-то, ну, что-то в этом роде, простейшие ошибки. Простейшие ошибки, человек просто лепит типовые ошибки, нужно это отсечь. Ну, отсечь, просто отсечь. Молодой, неопытный, щенок, ну, и так дальше. Если задачка посложнее, особенно на прогноз, то, соответственно, вы должны знать закономеренности, пучок. Пучок, который, ужас в том, что нигде не опубликован. Ужас, да? Вот, пункт четыре, ну, средние задачки, какие-то закономерности. Ну, в 300 таких закономерностей, в зависимости от, точнее, приёмов, в зависимости от того, как считать, классическая версия 40 приёмов для техники, плюс дополнительных 10 приёмов. Ну, если там считать из-под приёмов, их там более 100. Более 100. Ну, как считать, повторяю. Область литературы перекрывается, область литературы, кроме авангардной, примерно 350 приёмов. То есть, эта работа уже сделана, поэтому я так уверенно говорю. Область выявлений и постановки научных задач, также ряда бизнес-задач, около 500 грамматика. Она уже сделана, но не опубликована. Поэтому, соответственно, эти цифры называем. Вот, как бы, и, соответственно, скажем, фраза, которая, может быть, режет слух, мой совет попсу не читать. Я надеюсь, что я услышан. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok